меня полет честно говоря хочется послать на три буквы таких товарищ если это не мое значит это не мою стоимость запчастей конечно она вообще нас иногда поражает трактор боится больших перегонов начинала выходить из строя что-нибудь вот все что здесь находится все изучать ребята всем привет вы на канале мульчер эксперты с вами я антон хатунцев в прошлом выпуске мы были с вами на выставке называется на крокус техно 2020 ошибаюсь агрософон 2020 да мы пробежались немножко по выставке посмотрели сделали небольшой кратенький обзор сегодня у нас такой день и мы едем в гости к максиму у которого ни одна единица спецтехники трактора у него разные и мы сейчас поедем и посмотрим сделаем кратенький обзор ну и познакомиться с предпринимателем поздравим вопросы алла да максим а еще хотел тебе предложить а может позвать то что он про валтер намного больше знаю чем я максим позвонил который мы сейчас едем и он предложил нашего общего знакомого товарища бойца воина бизнес-партнера пригласить на встречу на видеоинтервью о том для того чтобы он рассказал о тракторе валтера что максим знают о тракторе очень много это самый прям опытный из нас сейчас буду им звонить по друг друге расскажет поделимся все общей информацией будет польза для всех хорошо волос как разобрать я уже еду к нему я у него буду все скажу сейчас я скажу я уже буду через 23 минуты на месте я понял понял так что тебе все собираешься прямо сейчас да и двигаешься ок давай давай свою технику не показывал не рассказывал прям тогда тошно а вот максову сейчас покажем вот в чем интересные значит трактора у него потому что такие трактора я никогда не показывал никаких обзоров я на них не делал это итальянская техника которая будет сейчас вам интересная она мощная она продуктивная вообще на сама по себе дорогая классно ребят я вчера вечером смотрел интервью сейчас я скажу какое интервью маргулан сей 7 бай давал интервью евгению чернику значит интервью о привычках о том как можно свою повседневную жизнь распределить по часам и это войдет в привычку то есть сделать так чтобы это было в пользу вот конкретно маргулан смотрите о чем рассказывать он рассказ о своем распорядке дня допустим просыпается в 5 00 утра и до 10 00 он занимается только своим здоровьем то есть у него ежедневно 15000 шагов он или пробежкой или пешком нахаживает 15000 зарядка ну разминка это может быть спортзал но у него это проходит ежедневно где бы он не был в каком бы городе он не находился это обязательно у него так происходит праздничный этот день или не праздничный любой день даже новогодний значит с 5 до 10 он занимается спортом здоровьем красотой с 10 до часу он занимается бизнес своими делами он размышляет как он может оптимизировать какие-то процессы как он может делегировать какие-то дела которые там допустим сам делает как можно что-то оптимизировать на чем можно больше заработать какие бизнес стратегии рассмотреть какие бизнес направления новые посмотреть и перенять и сделать с 10 до часу с часу до 2 у него объединенный перерыв и с 2 до 6 часов он занимается встречами заключениями контрактов значит посещение допустим офиса переговоры все это чисто бизнес и с 6 до 21 час 30 минут он занимается семьей друзьями кинотеатрами мероприятиями то есть как тут вот так и допустим если когда-то кто-то ему позвонить скажет давайте с вами заключим контракт завтра в 10 утра он скажет извините но мне неудобно контрактами я буду заниматься допустим с 2 до 6 он готов подписываться то есть этот человек он подстраивает мир от себя не сам подстраивается под те обстоятельства которые там ему попадаются а вот именно пусть эти обстоятельства подстраиваться под меня если это не моё значит это не моё она уйдет а если моё значит она останется моим мы приехали на базу сейчас будем искать макса узнаем сколько стоит valtra 234 valtra 234 интересует сколько она на сегодняшний день стоит с мульчером вместе где-то 1180 это евро до до 180 тысяч евро а что в комплекте этом лесная резина будет защита максималках защита резина траки там света добавили комплектация навеска усиленная забронирована я тебя понял а в наличии наличие есть сейчас есть есть одна у нас осталось вот сейчас после выставки уже торгуем но последняя стоит она в москве на выставке или вы ее увезли в колумбе все я тебя понял можешь скинуть мне кпшку туда ватсапе ну в понедельник сегодня уже не буду тебя дергать все спасибо на связи 180 тысяч евро полностью вся полностью подготовленная под работой защита лесная резина усиленные крепежи полностью готовая это 234 234 валта без навески это с мульчером сразу же 7 дефорт стоит да да сколько в рублях сейчас по текущему курсу 16 миллионов 560 тысяч рублей это уже под ключ готовый трактор с мульчером защитой ну который за у вас заправил заводишь поехал работать что касается аналога вот этой машины мы уже выяснили что 180 там 6 тысяч евро или 180 еще 180 она и стоит в комплекте с мульчером это уже будет 234 которая помощнее чем 193 машины мерло на данный момент стоит 186 тысяч евро то есть практически те же самые цифры только без гидравлической фрезы то есть это сама машина полностью гидравлический привод он касается также и колес также и гидропривод фрезы мы видим вот эти вот два синие шланга плюс какой я в этом вижу в том что она может достаточно высоко подниматься и измельчать растительность без поломки кардана потому что мы знаем если на вал 3 вытащить фрезу достаточно высоко трубки ну тут пятно контакта уменьшается и происходит поломка карданы плюс еще в том что у нее все четыре колеса управляемые она полностью закрыта рамы сделаны из hardex и поэтому вот именно эту машину мы зачастую используем на валке деревьев то есть она у нас делает первый проход дополнительно еще в чем я плюс она не оглохнет в при наезде на пни допустим или деревья большого диаметра просто у него ротор останавливается оператор немножко приподнимать его лет езжает назад ротор раскручивается и работа продолжается дальше если на вал 3 допустим на большой скорости заехать то она заглохнет она в базе укомплектована гидравлической лебедкой которая может вытащить не только саму машину у нас даже были случаи когда 15-тонные гусеничные мульчеры вот prime tech частности мы вытаскивали с помощью этой лебедки она нам помогает еще валить деревья на линиях электропередач ну в общем машина нам очень нравится и валтера вот в чем преимущество валтера она намного чище почему-то делает фракцию щипа после нее получается значительно меньше чем после мерла и вот это основной плюс валтера как мы считаем ну еще хотелось бы давать что она чуть-чуть наверное получше по проходимости хотя лебедками она не укомплектовывается это как бы ее минус минус вот этот вот опять-таки кардан и из-за пластикового за пластиковой кабиной невозможно их использовать там в деревьях которые допустим там яблочные яблоневые сады когда ветки растут просто в разных направлениях и мешают фрезе добраться до корня беспрепятственно что касается вот этой машины еще хочу предупредить всех чтобы владельцы знали понимали что у них есть одно наверное самое слабое место это текущий распределитель который где-то раз в год нужно менять ну там какие-то компоненты мы их плиты называем цена вопроса 100000 рублей что касается запчастей еще тоже хотелось бы сказать вот допустим недавно мы оплатили вот такие вот колеса они должны быть специально использованы многослойные с железными какими-то кордами в общем одно колесо в районе 130 или 150 тысяч рублей стоит то есть запчасти стоят очень дорого еще вот про технологии хотелось бы ответить отметить что вот это стекло ну в частности лобовое да она стоит сейчас итальянская 200 200 по моему тысяч рублей и в россии никто не знает даже те ребята которые занимаются бронированием стекла они не понимают из какого это материал сделано то есть это не орг стекло и не не стекло не каленое какое-то и вот как мы видим машина буквально там семь-восемь месяцев работе и у нее уже затертости от песка потому что мы понимаем что когда там работаем пыль стоит постоянно дворник надо включать мыть его невозможно еще больше грязи будет вот поэтому стоимость запчастей конечно она вообще нас иногда поражает профессиональной техникой требует профессиональных таких очень серьезных затрат ну а так в целом я хочу сказать что вот эти две машины они себе зарекомендовали очень хорошо то есть если кто-то планирует покупать мульчер и он не хочет заниматься постоянно ремонтами а хочет на этой технике зарабатывать деньги или делать хорошие объемы на своем хозяйстве то нужно начинать хотя бы с такой машины или брать вот такую машину это они оба достаточно качественные и надежные и хорошо себя зарекомендовали пойдем посмотрим что у нас в кабине ну в кабине у нас все довольно просто этот джойстик управления фрезой то есть там вверх-вниз право-лево это у нас ее там наклон опускания гидравлика включается вот на этих кнопках то есть для того чтобы завести машину нужно сначала включить там различные гидроцилиндры чтобы гидравлика заработала справа находится основная электроника у нее там есть несколько плат которые конечно же иногда там заставляет нам беспокойство то есть единственные моменты которые мы еще не научились ремонтировать по этим машинам они связаны именно с платами с электрикой и так далее для удобства здесь еще есть дополнительное табло которое показывает в режиме онлайн ну то есть постоянного человека у оператора под глазами какие обороты у нас на коленвале вот а в целом машина ну такая довольно комфортная очень хорошо видно куда ты едешь то есть кабина изначально спроектирована под работу на мульчере да это кренометр который показывает нам ну да какой там величины мы можем ехать по откосу и не перевернуться и что еще добавить по моему больше нечего кондиционер конечно же есть обдувы есть ну по расходу где-то если мы хорошую смену делаем то 150 200 литров уходит на нас на одну смену он привередливый к топливу ну мы не стараемся не экспериментировать обычная трус нефть просто не заливаем и как бы все хорошо двигатели тут стоят дойц 6 горшковые они довольно выносливые по гидравлике у нас тоже практически нет никаких проблем они очень хорошо работают служат ну вот прям вот в середине слабых мест я бы не отметил единственная еще вот разница между этими двумя машинами в том что здесь стоят в принципе беспроблемные мосты дано спайсер но они не любят больших пробегов при пробеге там 15 километров у них уже текут сальники и это нужно снимать колеса доставать полуоси надевать на них новые сальники то есть это проблематично то есть вот эти машины мы используем как правило ну под травами хотя валтера допустим она там на 40 километров может легко переехать без проблем мы перегоняли 75 100 километров значит трактор боится больших перегонов еще мы считаем что оптимальными фрезами для него является сепи вот именно эта модель или феи но не пробовали его с ави и полизанс ну в общем этот комплект уже проверены многими многими владельцами многими годами я думаю что какие-то эксперименты они вот в таких вопросах только могут добавить какой-то головной боли а валтера еще вот в чем ее недостаток в том что это трактор по сути сельскохозяйственный а наша техника нагружена вибрациями различными да но сам понимаешь при измельчении там вибрации при такой скорости вращения роторов вибрации в любом случае есть и вот эти вот все шестерни коробки они от вибрации очень сильно страдают потому что насколько я знаю то бывали случаи когда на дорогостоящий ремонт подали мои коллеги если допустим плохо смотрели за балансировкой ротора то начинало выходить из строя что-нибудь вот все что здесь находится у меня пока что такого опыта не было потому что трактор относительно свежий и еще один плюс его в том что вот в отличие от мерло мы можем этот трактор использовать вот с такой дробилка как у меня на том тракторе и ну то есть можно сказать что он многофункциональный можно куда нибудь заехать в там в город и из дробить деревья которые вручную подаются а можно его использовать вот с такой навеской для того чтобы обрабатывать сельхоз поляль там или работать на обочинах дорог и вот по обслуживанию хотелось бы еще кто тебе балансирует общем приходится балансировать ну редко да но приходится да через какое какое время определенное ну какой то нет такой вот стандартная да это всегда по ну по необходимости если да но обычно все прекращается если зубе поставить равномерно или новый комплект то балансировка еще по зубьям вот для этих начальников рассказать сталкивался ли ты с поддельными зубьями с некачественными может не оригинальные китайские поделки китай вот и к чему это приводит ну вот честно сказать я уже сам там порядка там наверно трех-четырех лет пытаюсь сделать зубе сам потому что мне не устраивает наши импорта вот эта зависимость от итальянцев потому что кто не знает вот эти зубья изначально когда до вот этих вот событий на украине стоили 95 евро оригинал это сейчас уже когда курс очень резко стартанул их стали продавать наверное по 50 до китай при этом стоит в евро я не помню сколько ну условно там две с половиной тысячи рублей плюс минус да моя экономика показывает что мы эти зубе можем делать где-то укладываясь в полторы тысячи рублей но пока что на отечественное производство очень слабо мы не могут достигнуть того качества по пайке зуба или по по металлу по качеству металла для самих и кстати интересно могу пойти показать пойдем покажем вот это все мы отливаем на на заводе которые используют технологию литье газифицируемым моделям получается на уксусе заказываешь среди на конструкцию тела саму да то есть я уже давно изготовил такую форму в эту форму помещается какой-то порошок который при определенной температуре или в микроволновке даже не знаю вспенивается туда подается жидкий металл раскаленный и из-за того что там находится пенопласт происходит равномерное испарение вот этого пенопласта он выводится газами в стороны и заполнение этой формы происходит равномерно но у этой технологии есть свои минусы то есть это воздушная раковина внутри заглянуть допустим то видно что есть воздушные раковины которые ну все-таки конечно влияют на на крепость этого металла и насколько я понимаю на странные производители вот эти оригинальные оригинальных зубьев они используют другую технологию технологии ковки и к сожалению я сколько не искал в россии такую технологию наверняка кто-то конечно ей обладает но это нужен по моему горизонтальный ковочный пресс а у нас в основном остались все только вертикальные или они очень не могут использовать использую исполнить такой вот такой оборудован такой вот тело зуба на пайке мы используем стандартные в принципе тут ничего нового нет мы заказали и у нас их большой запас лежит и вторая технологическая сложность заказываешь на пайке ну какая-то московская компания но у меня есть подозрение что они из китая приехали что касается третьего момента технологическая сложность сейчас состоит в том что нужно вот этот зуб с телом зубы поженить впаять сюда его и здесь используется как правило латунный припой иностранцы используют какие-то очень такие тонкие полоски которые сюда накладывают и в тв ч в индукционной печи вот очень быстро там нагревают и запекают их в принципе последняя вот эта операция которая называется женитьба она не такая уж и сложная мы можем даже сами сделать но пока мы в общем доводим технологии до ума и это очень сложный процесс на самом деле как говорил таксист из фильма брат по моему да чтобы была страна просрали думать меньше надо соображать больше все вот мы к сожалению да очень много просрали сейчас чтобы это все восстановить нагнать нам нам очень тяжело но я надеюсь что мы все таки ну как бы у нас получится выйти на то качество которое мы хотим который будет не уступать не там итальянцам немцы но и тем же самым китайцам мы хотя бы от них будем не зависит там оставлять деньги у нас ранее а не кормить какие-то другие страны макс расскажи что у тебя с этим трактором что-то сейчас делаешь почему он стоит разобранный но этот трактор приехал к нам на такой на средней тяжести ремонт он у нас по моему 2013 года выпуска и мы уже его перекрасили в хардекс кстати кардекс хорошо держится вот здесь только облез и вот в этом месте находится такая скажем плита которая закрывает трактор и его передний мост к этой плите крепится вот эта вот платформа на которой переходная коту на которой держится фреза здесь износились уже втулки и для того чтобы это все восстановить пришлось найти очень специализированную контор почему-то не все берутся за такие диаметры как у нас и но бюджету этого все восстановление где-то в районе 200 тысяч рублей а какие вообще бюджета допустим если кто-то приобретает спецтехнику да к чему нужно быть готовым то есть ты купил ты не просто будешь на ней кататься зарабатывать денежку тебе нужно еще и вкладываться прибор поломки будут ремонт и будут расходники нужно будет покупать резину специализированную лесную нужно будет вкладываться в шланги масло то есть какие вот суммы могут быть он говорил что от резинового если допустим взять какой-нибудь совсем уже убитый трактор и очень много денег ну очень много узлов агрегатов поменять то бюджета может быть подходить там не знаю к пяти к десяти миллионам рублей если там условно говоря весь двигатель и гидравлику там все перетряхнуть да но если говорить про такие текущие эксплуатационные затраты вот наверное максимально то что мы платили за подобный трактор это был ремонт двигателя мы в хорошей компании вы сделали кстати если надо будет дам контакты полный бюджет 450 тысяч рублей ну то есть мы там сделали большой объем работ и сделали нам его как чески он работает и кстати до поломки по моему он часов 8 где-то тысяч отработал я думаю что при наших нагрузках это нормально то есть это ни много ни мало а что касается вот таких поломок скажем из разряда ходовых ну конечно где-то там протираются шланги это я вообще не считаю затратами это все все мелочи полуоси здесь иногда страдают крестовины но цена одной полуоси 50 тысяч рублей продается с набав то по моему все там с набав то покупают запчасти для данных спайсер то есть по большому счету мне вот что очень нравится в этой машине мы не завязаны здесь на производителя на мерло и на их дилера москве потому что вся машина собрана из компонентов которых можно приобрести у производителей поэтому стоимостью эксплуатации невелика но вот конечно бывает вот эти вот приключения как я вам говорил со стеколами за 200 тысяч до но здесь уже ничего не поделаешь аль там с резиной за 500 там 50 тысяч здесь уже ничего не поделаешь здесь нужно идти на эти затраты чтобы техника была работоспособна кстати вот еще что касаемо если люди планируют заниматься подобными услугами в любом деле не надо в любом варианте не надо подпускать к машине неграмотных специалистов вот у меня такой случай произошел уже давно как только я начинал своей деятельностью заниматься у меня был один оператор мульчера который считал что здесь полная гидравлика и гидравлические даже колеса ну ему так показалось и он переключал режим зайчик черепашка на ходу а здесь привод колеса реализован все равно через гидра на гидромотор вращает вал в коробке а коробка механическая и в ней переключение зайчик черепашка происходит перемещением на одной оси двух шестерен которые меняют скорости и в итоге он сломал мне и коробку что-то еще сломал в общем ремонт обошелся очень дорого поэтому я рекомендую здесь только таких нормальных грамотных людей потому что техника дорогая и к сожалению она еще не настолько надежно как допустим экскаваторы вот помнишь он может быть советские экскаваторы были там ужасные ломучие да потом появились вот эти иностранные и частные иностранного для того чтобы его эксплуатировать не нужно очень много мозгов и экскаваторщиков тоже полным-полно она наша техника получает регулярные удары там деревьев от пней по фрезе это все эти железо попадается басынки бетонные на лыбке когда работаем плюс застревание то есть эта техника постоянно находится в очень жестких условиях и эксплуатируется она как бы ты и не хотел эксплуатировать щадяще это никогда не получится поэтому она не такая надежная как экскаватор и конечно если вот их сравнить между собой по фрезе мы хотелось бы сказать что вот эти вот отверстие тоже мы сейчас будем полностью восстанавливать сдувать этот металл ставить новый обязательно тоже из твердосплава вот этого не твердосплава износ стойкого hardex или кварт или макс тронг потому что другие металлы здесь нельзя использовать вот эти вот цепи тоже хочу обратить ваше внимание они должны быть обязательно кали из каленого металла если знаете бывает на цепочках иногда такой шов соединительный то значит эти цепи очень быстро отлетят вот то есть такое ощущение иногда что мы вообще-то с какими-то космическими агрегатами работаем когда начинаешь в технологии углубляться потому что допустим если заниматься восстановлением вот этих вот гребенок которые у нас производят дополнительное измельчение материалов вот в фрезе да то их нужно наплавлять и вообще все работы с этим с этой фрезой нужно производить равномерно разогревая перед сваркой металл то есть он варится только после нагрева предварительного и второй момент нельзя варить всю фрезу целиком одновременно потому что иначе у него начинает играть геометрия мы уже сталкивались такой проблемой что мы однажды у ее очень быстро сделали а потом у нас вот эти вот внутренние щеки сложились внутренне мы не могли ротор туда одеть поэтому тут очень много нюансов в особенно в работе вот с этим металлом хардекс и рекомендуем всем владельцам тоже обращать на это внимание сейчас будет краткая история о гусеничном мульчере prime tech максим расскажет откуда он у него когда он у тебя появился ну и краткие характеристики плюсы-минусы в общем мульчер этот с небольшим пробегом там где-то в районе трех трех с половиной тысяч моточасов я приобрел наверное в мае этого года он несмотря на то что сейчас грязный я прошу там зрители не обращать на это внимание он довольно живой хорошая машина хорошем состоянии но сейчас на нем сломался редуктор вообще про фай хотел бы сказать что это ну это одна из наверное самых хороших машин у нее очень хорошее соотношение веса и и ширины гусениц то есть у этой машины она в габарите и гусеницы имеет ширину 800 миллиметров не болотная да ну это можно можно сказать что это максимальная из возможных ширин потому что они с разными гусеницами продаются машины все полностью закрыта она также на гидроприводе из минусов вот которые мы сейчас но помимо вот этой поломки которая у нас случилось почему-то там сломался редуктор хочу сказать что изначально завода очень плохая сделана лебедка которая не позволяет вытащить даже самого самого трактора вытащить из из какого-то более-менее серьезного болота максимально простой что с точки зрения электрики что касается гидравлики допустим но там же очень много магистрали у них есть одно общее такая диагностическая ну скажем так коробка на которой выведены шлангами для удобства замера давления то есть она в обслуживании тоже во многих моментах продумано допустим там что касаемо замены подшипников на фрезе проще чем у сепи металл hardex причем hardex самый по-моему хороший 500 и его толщина нам ну она общем избыточна наверное даже поэтому к этой машине мы относимся с уважением и еще пока учимся ее обслуживать и ремонтировать левый джунгик отвечает за движение трактора насколько я помню правой за фрезу установлена камера заднего вида и щиток с выводами всех необходимых параметров и вот сама электрика она такая блочно-рылейная как вы помните может быть на старых жигулях девятках и здесь нет никаких плат то есть машина довольно простая и надежная нам от нравится вот я видел прям один в один похожий трактор но с российским названием российского производства как я понял их производят в твери если какие-то отзывы вот именно об этих тракторах не слышал не встречался постольку поскольку мы общаемся с очень многими там ребятами которые в этой теме слышали про них много и хорошего мало короче трактор такой же как данная модель только российского производства в твери делают будет интересно если меня позовут сделать обзор этого завода и показать эти трактора это модная машина техничка покажут да вот мы недавно совсем ее оборудовались по большому счету еще не обживали ее даже могу про ее длительную эксплуатацию рассказать в общем вот такие мы приобрели ящики верстаки для того чтобы по месту ремонтировать всю нашу технику оснастили еще и дополнительные емкости для того чтобы там но можно было соляру привозить и по плану у нас генератор который будет стоять там компрессор сварочный аппарат здесь наверное еще добавим свет и еще вот здесь мы разместили насос насос с пистолетом для того чтобы можно заправлять трактора полевых условиях я думаю машина такая ну по проходимости во всяком случае она будет очень плохая но вот там где есть возможность подъехать и трактор обслужить и запитать рядом с асфальтом то я думаю что эту машину очень хорошие спасибо максиму за экскурсию за подробный рассказ за обзор техники и сейчас мы передаем эстафету максимум номер два максим у нас специалист по мульчерным фрезам он сейчас там подробно расскажет будет более детальнее максим принимает юдин максим представитель компании zodiac машин или дилер компании сэпи сейчас вкратце я расскажу про фрезы которые у нас представлены модель midi force dt уже давно представлен на рынке россии срезает деревья до 30 сантиметров диаметром мы стараемся работать до 10 до 15 сантиметров потому что мы машина для 200 сильного носителя рассчитана поэтому больше диаметра уже идут следующем модели крышки сняты устанавливаются ремни 5 с одной стороны 5 с другой механическая рамка толкатель конструкция простая корпус ротор редуктор машина ремонтно пригодна на эту машину уже несколько лет эксплуатации но проблем никаких нет далее здесь у нас привод идет на этой машине от гидропривода гидромотора стоят имеем ротор зубе конечно же повреждены работали на линиях электропередач является расходником куда от этого не деться поэтому такие высокие расценки на услуги по расчистке потому что очень много затрат про трактора если сказать да видим трактор валтер это сельхоз трактор доработанный вот в принципе финляндия используется в лесном хозяйстве но с мульчером да мы видим да у тракторе какие умеется повреждения царапины да это трактор достаточно свежий наработка маленькая ну видно что он таких суровых условиях не работал как этот трактор как мерло максим расскажи пожалуйста вот обязательно нам именно данную модель фрезы соединяется трактором в altra или с трактором мерло да ну есть же кто-то там из фермерских хозяйств у которых таких тракторов нету но них есть там или какие-то более дешевые китайские трактора или там мтз 82 допустим трактор вот под такие более дешевый бюджетный вариант вообще что можно купить поставить для маленьких объемов вот у каких-то фермеров я знаю там лесопосадки зарастает чуть-чуть почистить надо у кого-то линии электропередач на свою линию чисто они обслуживают там допустим до птицы фабрики там пять километров он чисто чистит раз в три года что можно такое бюджетное на какой бюджетный трактор поставить что-то порекомендуешь ну на самом деле это реально это не проблема потому что мульчер подбирается под мощность трактора до что мы имеем или под задачи или под мощность трактор как который у нас имеется допустим если эту модель рассматривать дату она устанавливается на как таро мощности оплата 170-200 лошадиных сил оптимальный вариант это можно рассматривать там беларусь 2022 т-150 допустим с двигателем 238 по мощнее который идет вот такого плана трактора уже предыдущие навески которые модели идут попроще этой изначально варианты можно устанавливать на трактора мтз 82 12 21 но все-таки рекомендуем на устанавливать на трактора мощностью хотя бы 120 лошадиных сил чтобы закрывать потребности потому что он клиенту рассказываем всю правду что теоретически мы можем продать ему мульчеры на мтз 82 выполнил свои договорные обязанности но по факту эта техника не будет работать трактора не хватит на мы не хватит мощности да не будет выполнять потребности заказчика для нас наш заказчик клиент это наш друг который мы общаемся на протяжении уже многих количества лет поэтому там 12 21 хотя бы если рассматривать если белорусов то можно повесить на этот трактор навеску а вот в данный момент фермеры да есть такие вот хозяйства которые там ну какие модели тракторов кассы забывать так нюхоунд используют допустим джон диры трактор ангиры с 280 дают универсальное энергосредство тоже популярно на днях мы грузили навеску самару вот у фермер будет одна таких тракторах допустим джон дир какой-нибудь 350 сильным на него вообще можно ставить да конечно есть навески который подбирается под эту мощность там у сети получается идут модели первоначально это мини форс следующий миди форс это миди форс дт следующая star force тоже под 300 лошадиных сил следующий super force 400 лошадиных сил и макси force 500 лошадиных сил навесное оборудование будет уступать например так ну для аналога это raptor 800 до все нами известно поэтому без сарте есть такие альтруисты супер там начинающие предприниматели знаешь вот мне часто звонят вот я там слышал видел трактор т-150 переделывают или просто не переделаны сейчас куплю трактор куплю навеску поженю и все я миллионер буду зарабатывать и потом начинается у них хода уменьшитель оказывается они узнают что нужно ставить о том что двигатель слишком слабый там не 150 сильный слабоватенько тянет надо более мощный двигатель вот тут эти нюансы ты знаешь нет сталкивает и минут основная сейчас история идет до когда весной оборудование стоит дороже носителя и соответственно по мульчеру нет никаких проблем он практически по гарантии никто не обращается до мы изначально клиенту нашего заказчика говорил о том что готовьтесь к проблему с трактором то что там у вас трубку перебьет там двигатель перегреется там вон не выдержит где-то от вибрации отлучиваться по мульчеру нет проблемы если вы купили ну нормального производителя который собран на качественных компонентов не сэкономили но вы будете менять только расходники ну тут нечем ломаться да мы видим что конструкция достаточно простая вот а что касаемо тракторов да мы не рассказываем сказки про 10 гектар в день да у нас же многие там расписывают бизнес-план там 10 гектар в день и так далее так далее да ну к сожалению отечественная техника таких результатов не добиться до очень много простоев и когда получается то что из 30 дней он там может неделю только отработать остальные дни стоять на ремонте но зато как с обчасти стоит копейки до допустим если какой-то датчик на ваутру стоит там от 30 там тысяч рублей да то есть мы обращаемся гиро за какой-то поломкой до у вас должен лежать какой-то первоначальный там отложены мы деньги на их банально на ремонт трактора потому что там 300 500 600 тысяч за последние деньги такой бизнес начинать просто не рекомендую и или допустим ваш там какой-то знакомый говорит о я выиграл тендер давай покупать трактор в лизинг покупает трактор в лизинг платить нечем запчасти покупать не за что оказывается бывают эти подводные камни расскажем вот допустим на вал 3 такие никто не знает о том что надо покупать резину отдельно лесную вот вы купили трактор до сельхоз резиной и в первые в первые там будние дни рабочие вас прокалывается переднее там или заднее колесо начинает спускать и вы в итоге узнаете что надо ставить лесную резину которая стоит там комплект что под 500 тысяч рублей передняя задняя вот и как бы за последние деньги не рекомендуется заниматься этим бизнесом ну а сейчас мы расскажем о том как макс наследник начинал свое дело с какого трактора какой трактор него первым погнали в общем первый мой трактор это 1523 когда я его покупал кстати мой бизнес начался с продажи квартиры вообще так для это для сведения я очень хотел с детства заниматься каким-то делом полезным для людей и заканчивал университет леса и мечтал что я когда-то буду заниматься лесным каким-то бизнесом но тогда еще темы мульчеров вообще не было и я этим по сути занялся ну это из разряда моё хобби мое вот любимое дело вот уже стал вопрос выбора оборудования то вот был куплен этот трактор и кстати такой интересный момент был моей жизни когда я покупал первую фрезу сепи mediforce я в итоге я купил себе mediforce а перед этим я смотрел такую фрезу которую наши русские ребята сделали на дмитровском экскаваторном заводе не знает видел когда не такую нет у нее на пятнашки сзади стоит гидростанция вместе с гидронасосом она создает гидропоток который по шлангам бросается на морду и спереди стоит фреза получается с гидравлическим приводом но спереди и я вот перед тем как купить оборудование я очень много подумал рассмотрел разных вариантов и все равно остановился на том что проверено потому что ну когда мне кажется покупаешь оборудование не надо экспериментировать надо покупать то что уже проверено годами в плане пятнашки здесь конечно был риск большой но устраивало то что у нее все-таки 155 лошадиных сил и 6 горшковый движок вот но последующим вот мы только сейчас видим что мы его эксплуатируем уже с дробилкой начинал я именно с mediforce дтшка с двусторонним приводом и он ну все понимают что он работал от кардана и мои надежды были разбиты от такой узел который называется цепление потому что при работе с более-менее толстым дк ром возникала необходимость остановиться выжать сцепление соответственно нужно проехать вперед проехать назад и даже несмотря на то что стоял ходу уменьшитель этой маленькой скорости не хватало для того чтобы ну вернее мощности не хватало для того чтобы рубить какой-то более-менее там толстый кустарника на 10 сантиметров меняли на этом тракторе сцепление наверное пять раз приблизительно у меня уже трактористы научились это делать закрытыми глазами и к по итогу мы пришли к тому выводу что когда у нас появилась возможность уже переставить мульчер на другие машины мы это сделали потому что он с мульчером не предназначен работать я считаю что не лесная машина не подготовленная она не должна в нем работать в лесу потому что даже если посмотреть снизу там огромное количество шлангов даже очень маленьких но все это не позволяло нам работать допустим там семь дней в неделю мы работали два или три дня потом два-три дня стояли чинились когда-то ремонты были мелкими когда-то не мелкими ну то есть нет это резина обычная да она уже тоже кстати мы решили обновить мы сейчас этот ну как бы трактор не гоняем по лесам он у нас работает в городах и вот я кстати еще рекомендую всем кто занимается подобными ну вот услугами по по дроблению вот такие используют дробилки вот этот ковш выручает очень потому что если нужно щепуку куда-то отвести переместить или погрузить на или погрузить на вывоз то в эту тему очень нас помогает что дробилка а дробилка это хорошая это фарме 260 фарме forest вот она до 26 сантиметров в диаметре измельчает деревья ветки я рекомендую подачи с гидроподачи да тоже вот всем кто там планирует покупать оборудование хочу обратить внимание что надо обязательно брать гидроподачу для того чтобы дополнительные люди не стояли и не запихивали это вручную насильно вот ну и насколько я знаю джинкери фарме это такие проверенные тоже к сожалению иностранные производители которые работают и не ломаются пойдем покажешь нам российских производства которая тонь потом выкапываете заводится без стартера без ключа без ничего подойдет макс расскажи а что это за трактор и вообще в общем это это твт 55 я его приобретал специально под объект на котором большое количество деловой древесины которые надо было вытаскивать из болота вот ну из таких в общем это в общем эта техника апокалипчиса попробовали не испытали там какие-то масса положительных эмоций потому что тракторист регулярно бегает забивает на печь и шпильки да потому что гусянка развивается одно время пробовали на нем пахать делянки для последующего на слугом да он с клубом на данный момент и в принципе вот мы сейчас смотрим на трактор который за зарос травой но для того чтобы его завести нужно механика потратить он заводится с веревки спускача до спускача каких-то моментах даже особого особого выбора вот на каких-то работах вот он пускачего наматывается веревка сюда так идут сцепление одета должно быть сцепление не вижу обычно я просто у меня был трактор с пускачем юмы за сцепление опускаешь дергаешь и потом потихонечку соединяешь сцеплением он заводится трактор здесь насколько я помню такая же система в общем эта техника очень специфична лебедка сейчас на нее тяжело уже найти специалистов раньше они были в любом поселке везде лесники знали эту машину в лесхозах наизусть а сейчас уже людей того поколения осталось мало и найти людей которые действительно знают досконально очень сложно плюс она постоянно ломается вот когда мы ее эксплуатировали гаечный ключ но когда мы ее эксплуатировали то запчасти просто рекой но постоянно что-то одно другое третий надежность к сожалению очень маленькая ну вернее очень низкая да насколько я понимаю все таки у нас где-то еще там в глубине стране много людей на ней работает парсу 2 часто звонят спрашивают про ротовацию да здравствуйте сделайте пожалуйста мрата лацию мульчером я им объясняю мульчер не углубляется то есть а им нужно ротоваться значит мульчирование измельчения двесных устранников растительности и еще углубление и измельчение корней тебе звонят максим и что ты им рассказываешь регулярно уже честно говоря хочется послать на три буквы таких товарищей потому что ну вернее люди конечно же задают вопрос естественный они сразу хотят победить две две там задачи решить это и убрать растительность сверху земли и углубиться ротоваться это настолько специфичное оборудование настолько специфичная технология которую мы вообще не рекомендуем никому и проблему заключается ее в том что до тонны наверное литров дистоплива уходит на один гектар площади требует технику мощностью 400 500 лошадиных сил отвлекать из производства ну из хозяйства в частности до скорость выполнения работ где-то наверное около полу гектара в смену и сама технология насколько я понимаю предполагает сначала мульчирование а потом ротовацию то есть ротовацию нельзя сделать настоящих деревьев таким образом мы получаем что от мульчирования мы никуда не не отходим то есть мульчирование до уровня корней необходимо сделать изначально а ротоваться это вторая операция и как раз все сложности и вообще все недостатки этой технологии в том что большая часть всего времени все эти вот дистоплива все всего 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 выходит на переворот земляного слоя в которых как раз находятся корни но мы считаем что значительно проще либо их откорчевать экскаватором либо если они допустим до 20 сантиметров пройти тяжелый миллиаративной дисковой бараной которая до 20 сантиметров легко эти корни перемолит и в дальнейшем они это мы получим участок пригодные для дальнейшего сельхоз использования кстати такую же технологию применяет компания мира торг мира торг умеет считать свои деньги и поэтому дешевле я думаю что никто ничего больше не придумает ребят сегодня выпуск получился пушка прям огненный сегодня у нас встреча с моим конкурентом с моим товарищем с моим другом у нас предложение такое если у вас есть большие масштабные объемы можете писать в комментариях можете писать ватсап 8 925 575 5 929 обращайтесь выполним работы двумя компаниями то есть соединяемся и масштабно заходим на ваш объект смотрим следующие выпуски ставьте лайки пишите комментарии вася вверх пожалуйста да 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 все нормально